Перед тем, как покупать бу-стиральную машину, ее нужно осмотреть первым делом визуально. Посмотреть, нет ли на ней следов коррозии, которые свидетельствуют о том, что машинка подтекала. Обращать внимание первым делом нужно на места под куветкой, под люком. Часто бывают следы коррозии, потому что бывает манжета, либо рвана, либо еще там, может быть, люк неплотно прилегает. Бывает, вода подтекает, коррозия образовывается по-понизу стиральной машины. Затем нужно осмотреть манжету. Опять же, на данной стиральной машинке она не в очень хорошем состоянии. Отмыть ее, конечно, попробовать можно при помощи белизны, либо других средств. Но это ладно. Далее мы смотрим подшипники в каком состоянии. И вот здесь вот начинается самое интересное. Если у вас подшипники такие же, как на данной стиральной машине Индезит, в таком же состоянии они на вас находятся, то здесь уже нужно думать, покупать эту стиральную машину и не покупать. Это уже большой минус. Так как в современных стиральных машинах Индезит... Сейчас я вам покажу. Так как современные стиральные машины Индезит имеют неразборную конструкцию бака. То есть бак запаян, у него нет заводского шва, благодаря которому можно было бак располовинить и поменять подшипники. То есть если вы присмотрели себе стиральную машину, вроде бы в хорошем состоянии, вроде бы корпус не гнилой, ничего. Всего лишь гудят подшипники, которые, как вы думаете, поменять легко. Ну не считая того, что еще нужно будет помыть, отмыть. Но это все и не столь важно. Имейте в виду, что замена подшипников на данной стиральной машине, но если вы не являетесь мастером, не занимаетесь ремонтом, то является довольно проблематичной. При этом, если вам попадется богостиральная машина фирмы Атлант, с такой же, предположим, поломкой, здесь у нас подшипники стоят уже новые, замененные, но если вдруг вы соберетесь покупать стиральную машинку Атлант с такой же поломкой, с такими же плохими подшипниками, то здесь уже это не столь критично. Так как на Атланте бак разборный, имеет вот такой заводской шов. То есть можно разобрать стиральную машину, достать бак и поменять на ней подшипники. И перед покупкой обязательно нужно проверить электронику. Как работает электроника. Для этого нам нужно включить стиральную машину в сеть, выбрать режим программы, даже не обязательно нам подсоединять ее к воде, достаточно выбрать режим программы слив плюс отжим, и нажать на старт. Убедиться, что сработает блокировка люка. Блокировка сработала. Все, мотор начал вращение. Так как подшипник у нас в ужасном состоянии, долго мы ее крутить не будем. Останавливаем. Нам нужно просто проверить электронику. Электроника в порядке. Останавливаем. Выключаем. Также проверяем электронику на стиральной машине Атлант. Переводим селектор на любую программу. Загорается табло. Также находим режим отжима. И нажимаем кнопку старт. Закрываем люк. Нажимаем кнопку старт. Ждем, пока сработает УБЛ. Все, щелчок произошел. Своей машинка начала сливать воду. Конечно, современные стиральные машины, помимо подшипников и электроники, имеют еще ряд других элементов, которые также могут выходить из строя. Это клапан подачи воды. Это датчик уровня воды. Присостат. Это ТЭН. Это щетки, налитые двигатели, также которые могут стираться. Сливной насос, который сливает воду. И амортизаторы. Все это тоже, конечно, может выйти из строя. Но по сравнению с заменой подшипников, замена того же ТЭНа и замена насоса не вызывает практически никакого труда. То есть запчасти есть в наличии. Так же, как, я думаю, в вашем городе все это есть в наличии. Также есть все это на электронных торговых площадках. Все это можно приобрести. Как менять те же щетки, тоже сливной насос или ТЭН. В интернете информации такого очень много. Поэтому на это мы заострять внимание свое не будем. Расскажем лишь о том, что в любом случае проверять все это придется перед покупкой. Потому что если вы хотите пользоваться машинкой, что у вас она работала все корректно, все грело, все крутилось, все сливалось, конечно, нужно будет приложить руки. А возможно, все и обойдется заменой только одних подшипников. Так что, дорогие друзья, перед выбором БУ стиральной машины обращайте первым делом внимание на стояние корпуса, чтобы не было никакой гнили на них, чтобы корпус был в хорошем состоянии. Это говорит о том, что машинка нигде не подтекала и находилась, стояла в сухом помещении. Далее нужно, соответственно, посмотреть, что мы можем сами посмотреть. Это подшипники, покрутить барабан рукой, посмотреть, в каком состоянии подшипники. Если подшипники гудят, нужно открыть верхнюю крышку и посмотреть, какой на данной машинке установлен бак. Неразборный или разборный. Если на стиральной машинке бак разборный и корректно работает электроника, все включается, все выключается, то, конечно же, такую машинку можно брать. Но если на машинке установлен неразборный бак, брать ее или не брать, решать только вам. Так что, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Всего хорошего. До свидания.